Всем привет! Сегодня мы с вами почитаем вторую главу Евангелия от Иоанна. Начнем с первого стиха. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус, ученики Его на брак. И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час моря. Аминь. Мы с вами здесь видим, что Мария, она очень даже немногословна в своей просьбе. Но мы порой достаточно подробно рассказываем Богу, как именно, по нашему мнению, Ему нужно действовать в наших обстоятельствах. Но здесь мы видим, что Мария, она просто в нескольких словах отдает, именно отдает все в руки Иисуса. Она еще не знает, как именно Он поступит, но она полностью доверяет Ему. Знаете, именно в таких обстоятельствах и проявляется наша с вами вера. Вообще, из еврейской истории известно, что если на таком празднике в семье заканчивается днино, то это могло обернуться большим позором для этой семьи. И дальше, глядя на ответ Иисуса, нам с первого взгляда может показаться, что Его ответ, Он пропитан нежеланием помогать. Но здесь, в данном тексте, используется еврейский оборот речи, который очень часто встречается в Ветхом Завете. И он подразумевает, что участники разговора, они могут иметь разные цели и разное понимание происходящего. И мы видим с вами, что Иисус, Он не говорит, как именно Он будет выполнять просьбу Марии и будет ли Он вообще ее выполнять. Но Мария, она четко понимает, что Иисус позаботится обо всем. И дальше мы с вами знаем, как развивалась эта история. Мы, если не знаем, мы сможем с вами прочитать, что Иисус, Он дает несколько указаний служителям Пира. Они, в свою очередь, наполняют шесть сосудов чистой водой. И эту воду Иисус превращает в вино. И дальше, после этого всего, в 11 стихе мы с вами читаем. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Знаете, скорее всего, очень часто бывает так, что у нас с Господом разные взгляды на одни и те же события, которые происходят в нашей с вами жизни. Но нам необходимо доверять Ему в молитве и четко понимать, что Он позаботится обо всем и сделает так, как Ему нужно. Аминь.